Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу» и эти полчаса проведу с вами я и ее автор и ведущий Евгений Токарян. Мы продолжаем рассказывать о церковных таинствах. Сегодня речь пойдет о рукоположении. С вами настоятель Ильинского храма Иерей Борис Гущин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в цикле «Бесед о таинствах» поговорим еще об одном из них – «Таинстве священства». Что это такое? Для чего оно в церкви нужно? Наверное, вы кое-что об этом уже знаете, но постепенно мы с вами разбираемся обо всем понемногу и больше ориентируемся на тех, кто еще только-только начинает разбираться в основах христианской веры и церковного устроения. Пространный православный катехизис дает нам такое определение этого таинства. Священство есть таинство, в котором через святительское рукоположение на правильно избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совершать таинство и пости стада Христова. Безусловно, все они важны и спасительны, но чаще эти таинства обращены к какому-то конкретному человеку. Например, в крещении или в соборовании, или же в таинстве покаяния каждый раз призывается благодать Божия на какого-то отдельного конкретного человека. И спрашивается благодатный дар, необходимый именно для его спасения. Хератония же, или священное рукоположение, такое особое посвящение христианина в освященнике посредством возложения на него рук епископа, имеет главным образом своей целью не освящение одного данного человека для его спасения, а посвящение его для дальнейшего служения церковной общине, для служения спасению других людей. Это таинство может совершить только архиерей, имеются в виду епископы, архиепископы, митрополиты или патриархи, то есть высшие церковные чины, святители. Простые священники или, как их еще называют, пресвитеры, рукоположение сами совершать не могут, но они могут крестить, венчать, соборовать, исповедовать, миропомазывать, служить литургию, причащать. Слово «пресвитер» происходит от греческого слова «пресвитерос», то есть «старейшина». И уподчиняются дьяконы и церковнослужители, которые выполняют разные храмовые обязанности только по его благословению. Священников обычно избирают из числа дьяконов. После хиротонии священник несет свое служение, к которому относятся следующие. Предстоять жертвеннику, отдавая свою собственную жизнь как жертву, проповедовать Евангелие Царства Божия, утверждая веру в Иисуса Христа как истинного Судью и Спасителя мира, благовествовать Божественную истину собственным примером, являя ее во всех случаях и обстоятельствах в своей жизни. Приносить дары и жертвы духовные, совершать литургию, то есть бескровную жертву, славословие и благодарение Бога. Ягрять миру Божие Отцовство, крестить водой, Духом Святым во имя Пресвятой Троицы, рождать людей в новую жизнь и всячески способствовать их духовному возрастанию. Архиерей подает рукоположенному священнику одежду. И Петрахиль, пояс и филонь и вручает ему служебник, как руководство для совершения священнодействий. И Петрахиль, по словам Иоанна Затауста, знаменует духовное помазание. Пояс, который стягивает подризник, означает духовную готовность и способность к богослужению. Филонь – это одежда правды и радости. В Таинстве Священства через святительское рукоположение на уже бывшего дьякона нисходит Дух Святой и поставляет его совершать Таинство и пасти стада Христова. Иоанн Затауста говорит об этом так. «Возлагает руку человек, а все делает Бог, и его рука касается головы рукополагаемого, если рукополагается как должно». Хератония совершается при соборной молитве церкви. Она происходит в алтаре во время Божественной Литургии, которая является высшим выражением соборности церкви, объединением верующих в общем молитвенном обращении к Богу. Такая вот сегодня у нас с вами беседа о Таинстве Священства и Хератонии. Тоже надеюсь, что она окажется для кого-то полезной и интересной. Вам всем, как обычно, говорю спасибо за внимание и просмотр. И в свою очередь очень надеюсь, что до новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Регулировщик на наших дорогах сегодня явление довольно редкое. Поэтому немногие водители помнят о том, что означают те или иные его сигналы. Напомнит о них инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Таганрогу Павел Лебедь. Как все знают, что регулированный перекресток регулируется светофором. Это красный, желтый, зеленый. И водители помнят, на который можно ехать, свет на который нельзя. Но жесты регулировщика для многих людей являются темным пятном. Поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, мы расскажем вам и напомним правила дорожного движения, в части, касающейся ручного регулирования. Сигналы регулировщика имеют следующее значение. Руки вытянуты в стороны или опущены. Со стороны левого и правого бока разрешается движение трамвая прямо. Безрельсным транспортным средствам прямо и направо. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть дороги. Со стороны греби и спины движение всех транспортных средств запрещено. В том числе и пешеходов. Правая рука вытянута вперед. Со стороны левого бока разрешено движение трамвая налево безрельсным транспортным средствам во всех направлениях. Со стороны другие всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть дороги за спиной регулировщика. При изменении направления движения транспортных протоков и изменении сигналов регулировщика, регулировщик подает протезионный сигнал свистком и рука поднимается вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях. Главное запомните, регулировщик имеет право подавать жесты как руками, так и другими сигналами, понятными как водителям, так и пешеходам. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Его сегодня предлагает шеф-повар Вячеслав Волков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат со снежным крабом, ветчиной и овощами. Для этого потребуются следующие ингредиенты. Болгарский перец, снежный краб, ветчина, помидоры, лист салата. Для заправки мы будем использовать майонез и соус чили. Для декора мы будем использовать икру массага. Для начала мелко порвем лист салата в миску. Болгарский перец нарезаем кубиком. И отправляем к листу салата. Нарезаем кубиком снежный краб. И отправляем в миску. Ветчину нарезаем тонкими полосками. И отправляем в салат. Помидор нарезаем кубиком. И отправляем в салат. Добавляем соль. Перец. Майонез. И соус чили. И осторожно перемешиваем салат. После того, как салат перемешали, выкладываем в тарелку. В завершении салата декорируем икрой массага. Салат со снежным крабом, ветчиной и овощами готов. Приятного аппетита! Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра «Целебные травы». С вами руководитель предприятия «Целебные травы Северного Кавказа» Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о соке черного ореха, который полезен как взрослым, так и детям. Черный орех является ближайшим родственником ореха грецкого. С давних времен он ценится и широко применяется, продлевая жизнь и укрепляя здоровье человека. На протяжении многих лет растения изучали и исследовали его воздействие на организм человека. Установлено, что черный орех содержит биологически активные вещества, обладающие уникальными омолаживающими и профилактическими свойствами. По сравнению с грецким орехом их содержание превышено в 5 раз. В черном орехе содержится большое количество витаминов, минералов, аминокислот, каротинов, органических кислот йода. Основным биологически активным веществом черного ореха является юглон. Уникальное соединение, придающее ореху своеобразный йодистый запах и обладающее ценнейшими антибактериальными, противопаразитарными, противогрибковыми, противоопухолевыми свойствами. Юглон является природным антибиотиком, устраняет рост и развитие бактерий, вирусов, грибковых микроорганизмов. Главное и самое важное свойство черного ореха – это способность выгонять из организма более 100 видов паразитов, в том числе различных гельминтов. При этом нужно заметить, что черный орех уничтожает также личинки глистов. Он полезен при любых опухолевых процессах, диабете, грибковых заболеваниях, зашлакованности организма, болезнях суставов. Черный орех нормализует артериальное давление, очищает кровь, лимфу. Он проявляет активные оздоравливающие свойства при экземе, псориазе, артрите, болезнях желудка, кишечника, геморрои, болезнях печени, костей и суставов, ожирении. Сок черного ореха содержит много йода и полезен для больных гипотириозом, то есть пониженной функцией щитовидной железы. Противопоказанием является гипотириоз, беременность, лактация, индивидуальная непереносимость. Нежелательно применять детям до 3 лет. Более подробно о свойствах черного ореха вы можете узнать в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте lechatravy.rf А сегодня я прощаюсь с вами, желаю здоровья и всего самого доброго. До свидания. Вас ждут по адресу город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. Сто лет назад, 9 апреля 1921 года, родился наш земляк, герой Советского Союза Анатолий Георгиевич Ломакин. О его короткой, но яркой жизни рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника Валентина Ратник. Анатолий Ломакин Анатолий Ломакин, летчик-истребитель, ас воздушного боя, занял достойное место среди летчиков в небе Ленинграда. Так было сказано в листовке, которая была выпущена политуправлением Краснознаменного Балтийского флота. Анатолий Георгиевич Ломакин родился 9 апреля 1921 года в городе Таганроге. Он учился в школе номер 3, сегодня школа номер 8. Закончив ее, поступил в фабрично-заводское училище, занимался в аэроклубе, как все мальчишки предвоенной поры, мечтал о небе. И в 1940 году мечта Анатолия Ломакина сбылась. Он поступил в гейское летное училище. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий пишет письмо домой, где были следующие слова. Так хочется на фронт, чтобы не просто бить фашистов, а как можно быстрее добить его в его логове. Анатолий Ломакин закончил училище зимой 1941-1942 года. И прибыл на Балтику в самое трудное для Ленинграда время. В январе 1942 года. И сразу же первый бой. Анатолий вспоминал, что в первом бою он увидел, что на командира пошли сразу два немецких самолета. И он бросился спасать командира. Командира он спас. Но немецкий ас достал своей полеметной очередью и самолет Ломакина. И можно сказать на честном слове, Ломакин дотянул до своего аэродрома. Позже он скажет, что героизма на фронте мало. Надо еще иметь и опыт. Анатолий Георгиевич Ломакин летал на самолете Ил-16. 2 октября 1942 года Анатолий Ломакин сбил свой первый самолет. И немного позже он был награжден орденом Ленина. А уже в 1943 году младший лейтенант Ломакин награждается орденом Красного Знамени. Через полгода на счету у Анатолия Ломакина было три сбитых фашистских самолета. Им самими, единолично не считая, сбитых самолетов в группе. И в 1943 году нагрудил Ломакина второй орден Красного Знамени. 22 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Анатолий знал об этом, но, к сожалению, звезду Героя получить не успел. 25 января 1944 года, в свой последний бой, Анатолий Ломакин ушел Героем Советского Союза. И в этом бою самолет Анатолия Ломакина был подбит, и, к сожалению, Герой погиб. Это случилось недалеко от села Кикерина в Ленинградской области. Ломакин Анатолий Георгиевич человек, можно сказать, легенда. В свои неполные 23 года капитаном Ломакином на своем Ил-16 совершено более 500 вылетов. Им было подбито около 30 самолетов. 9 из них было подбито лично, остальные в группе. Капитан Ломакин был командиром эскадрильи. И сюда, в Таганрог, приходили письма о том, что он, хотя очень молодой еще человек, был ответственен за тех, кто воевал рядом с ним. Сегодня в Таганроге помнят, чтят память Анатолия Ломакина. В 1965 году была открыта мемориальная доска на доме, где жил Анатолий Ломакин. В городе есть улица, носящая имя Ломакина. Ему установлен бюст в сквере напротив школы, которая носит имя Анатолия Ломакина. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая зарисовка, которая напомнит нам о том, каким был апрель 2020 года. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok